Эти люди собрались здесь не случайно. Их волнует вопрос с расселением их дома на улице Северной. В будущем на месте этих старых зданий должны появиться новостройки, рассказывают жители. Взамен они должны получить новую жилплощадь. Но когда и на каких условиях? Ответ на этот вопрос будто окутан тайной, рассказывает Анна Лобова. Но готовых таких решений, договоров, которые реально воплотили жизнь, мы не видели. То есть и поэтому это риск большой. Один у нас житель все-таки поучаствовал, с таким договором поимел дело. И результат успешного мы так и не увидели. Вместе с мамой, бабушкой, дядей и двоюродным братом девушка ютится в этой небольшой квартире на Северной. Что им предоставят взамен, а главное на каких условиях? В ее семье никто не знает. А вдруг придется доплачивать? Задается вопросом Анна. По ее словам, застройщик ничего определенного почему-то не говорит. Единственное, что ей удалось найти, это план застройки района на улице Северной. Застройщик, как сказал, следующий будут вот этот строить, строить вот этот. Мы здесь, когда до нас дойдет время, неизвестно. Он ничего на данный момент мне не обещал. Потому что он говорит, я не могу, скажите хотя бы года, на что нам рассчитывать-то, да? Но в ответ тишина, рассказывают люди. При этом на данный момент не только разработан план застройки. Строительство некоторых высоток уже почти завершено. У жителей Северной складывается впечатление, что план по сносу домов и возведению новостроек есть, а план по расселению вообще отсутствует. Если верить плану застройки, о котором нам рассказали жители улицы Северной, то вот эти три здания будут снесены. И на их месте появится девятиэтажка в форме буквы Т. Причем первый корпус будет находиться примерно вот здесь, а там дальше будут построены ответвления от него. Среди обеспокоенных жителей и Наталья Касаткина. По ее словам, она общалась и с застройщиком, и с чиновниками. Итогом этого общения стало гарантийное письмо. По нему Наталье уже в этом году должны предоставить новое жилье. Правда, по мнению женщины, бумажку ей дали лишь для того, чтобы временно успокоить. С того момента прошло уже два года. И по этому гарантийному письму я обращалась в администрацию, обращалась к застройщику, чтобы со мной заключили договор. Сейчас до сдачи дома осталось три месяца. То есть со мной договор до сих пор никто не заключает. Получат ли люди ответы на свои вопросы? Нашей съемочной группе удалось дозвониться до генерального директора строительной компании. Он ответил, что готов пообщаться с прессой, но не сегодня. Сегодня не получится. Сейчас у меня рабочая поездка в другой город, в Владимирской области. Если захотите, давайте сядем, обсудим. Мы можем с вами на следующей неделе договориться о времени здесь и все записать. В город администрации также не смогли оперативно предоставить ответы на волнующие людей вопросы. В пресс-службе мэрии отметили, что ответят позже. А жители, которых держат в неведении, тем временем решились на пикет у Белого дома. Но долго он не продлился. Представитель областной администрации пригласил их в приемную главы региона. Вы знаете, у нас здесь приемная губернатора. Сейчас дождик начинается. Пойдемте туда, подойдем, пригласим начальника управления и выслушаем вас. Ну, чтобы не стоять на улице. Что было на приеме в Белом доме, позже по телефону нам рассказала Наталья Касаткина. По ее словам, областная администрация обещала помочь. Региональные чиновники намерены вести диалог и с мэрией, и со строительной компанией. Пообщались с нами, записали все-таки нас на прием к губернатору на 7 или где-то 8 июля. Пообещали, что мы все-таки туда попадем. Все-таки постараются помочь нам и решить наши вопросы. Но будем надеяться все-таки на лучшее. Мы будем следить за развитием событий. Алексей Домнин, Александр Громов, 6 канал.